Министрам, Акимам и депутатам нужно установить зарплату в 85 тысяч тенге. Такую петицию запустили казахстанцы. За два дня ее подписало почти 4 тысячи человек. Восподвигло авторов петиции на такой шаг недавнее высказывание чиновника, который заявил, что на 85 тысяч в месяц прожить вполне можно. Сегодня моя коллега Саян Санакова попыталась разобраться, на что если петицию по фантастическому сценарию реализуют на практике? Как к этому отнесутся сами госслужащие? И на что хватает рядовым казахстанцам 85 тысяч? Саяна, приветствую, ты в эфире. Да, Дмитрий, автор петиции требует сэкономленные деньги зарплат министров направить на льготное жилье, надбавки к соцспособиям, озеленение городов и ремонт старых ТЭЦ. А вот поводом этой петиции стало недавнее нашумевшее высказывание вице-министра труда. Многие паблики и блогеры буквально растащили ответ чиновника на цитаты. По его словам, жить на зарплату библиотекаря, а это 85 тысяч тенге, сложно. Но можно. На 85 тысяч тенге прожить можно, но сейчас зарплаты нужно повышать в каждом секторе. Мы над этим работаем. А вот казахстанцы с таким мнением не согласны. Мы провели блиц-опрос. И судя по ответам, мнение чиновника даже теоретически невозможно. Передайте привет. Проглад можно жить наполовину. Закупаем продукты, только самые необходимые. А остальное жёг невозможно. Потому что не хватает нормальному человеку, ну, допустим, зарплата нужна где-то, ну, считай, от 500 тысяч тенге в месяц. Жить можно. А сейчас мы существуем. Сложно. Сейчас очень сложно, потому что квартиру снимешь минимум за 60, остается 15 тысяч. Что на них сделаешь? Дмитрий, сама попробовать прожить месяц на 85 тысяч тенге я, конечно, не успела, да и думаю, не смогла бы. Но зато мы нашли человека, который сделал такой эксперимент. Публицист Глеб Пономарёв попытался прожить на минималку в Казахстане. А это 70 тысяч тенге. У меня был бюджет 70 тысяч тенге, и он закончился через 13 дней. При том, что я не покупал себе мясо, не покупал алкоголь, сладости, вообще ничего лишнего. Единственное, в последний день я приболел, и ушло 15 тысяч на лекарства. Если бы я не приболел, ну, может быть, хватило бы у меня еще на несколько дней, но на месяц точно бы не хватило. Наверное, и министры с акимами прожить на 85 тысяч тенге не смогут. Эксперты по госслужбе считают, что, во-первых, понижать зарплату из-за петиции по Трудовому кодексу никто не имеет права. А во-вторых, без того непривлекательная госслужба останется без топ-менеджеров. Это ведет к чему? К тому, что самые умные люди, они и так уходят, но они еще больше будут уходить с государственной службы. Извините меня, кто будет исполнять функции государства? В результате, как следствие, пострадает кто? Пострадает народ. Миллион тенге на сегодняшний день, ну, если вот так вот объективно, это не такая высокая заработная плата, если объем работы действительно большой. Потому что я вижу, какая заработная плата на рынке есть. Специалистам айтишник миллион получает, полтора миллиона, два миллиона тенге. Повышать не надо. Если они согласны работать на эту сумму, пусть они и работают. Но затрагивая зарплаты чиновников, хочется привести обычные среднестатистические доходы. Недавно министр финансов сообщил, что повышение зарплат бюджетникам при всем желании Казахстан себе позволить не может. Тем более 95% республиканского бюджета уже уходят на пособия, пенсии и другие соцвыплаты. Говоря простым языком, бюджет у страны не резиновый. Спасибо, Саяна. По итогам первого квартала уровень бедности составил в стране почти 5%. Это немного ниже показателя прошлого года. Однако такая цифра вызывает сомнения у аналитиков халых финансов. Это связано с падением реальных доходов населения и высокого уровня затрат на продовольственные товары. Кроме того, по данным Всемирного банка, уровень бедности в Казахстане в 22-м значительно выше 16%. К такому выводу эксперты пришли после проведения опроса. 23% людей назвали себя несостоятельными. Речь идет о социально уязвимых слоях населения, пожилых безработных людей с ограниченными способностями.